Медицинский лагерь Ребята будут работать на протяжении трех недель по пять часов в день Мы распределили детей по всем отделениям В основном это будет сопровождение пациентов в какие-то кабинеты Помощь пожилым людям у постели больного Это подать воду, покормить, померить температуру, померить давление Этому мы научим их в процессе Почитать какую-то литературу, немножко скрасить их досуг пребывания И облегчить где-то функцию родственников Которые, возможно, по своим рабочим моментам Не могут круглосуточно находиться с своими пациентами С одной стороны, это помощь нашему персоналу У нас не уникальная больница в плане недоукомплектования кадрового состава С другой стороны, мы нацелены на то, что эти дети Возможно, попробовав медицинскую специальность Увидя ее во всех ее аспектах, и приятных, и не очень Придут к тому, что в последних классах выберут это направление И проучившись в медицинском вузе или в медицинском училище Останутся здесь в городе и будут лечить, помогать своим городским жителям И сами будут усиливать кадровый состав в медицинский город За три смены 50 школьников смогут познакомиться с работой 8 из 12 существующих отделений больницы Включая реанимационная Больница у нас очень многопрофильная Она включает в себя много разных подразделений Это и женская консультация, инфекционное отделение отдельное, корпусом стоящее Детская, взрослая, поликлиника, центр семейной медицины И стационар на 355 коек, где 12 отделений Есть отделения, в которые по каким-то санитарным нормам мы пойдем только на экскурсию Есть отделения, в которых, ну скажем, можно так сказать, наверное, небезопасно Потому что дети полностью не обучены навыкам соблюдения многих гигиенических требований Это инфекционное отделение Или где есть какие-то вредности, да, и работа в спецодежде Это там рентген отделение Но остальные 8 отделений, двери их будут открыты для всех детей В медицинском лагере ребята не только познакомятся с работой больницы Но и получат базовые знания в оказании первой медицинской помощи Также каждый участник трудового лагеря по окончанию смены получит за работу по 400 гривен На эти цели из городского бюджета выделено более 19 тысяч гривен Однако денежные средства, признаются ребята, не первоочередная задача Прежде всего они хотят получить новый опыт и расширить свой кругозор Некоторые планируют связать дальнейшую судьбу с профессией медика Решил пойти в медицинский лагерь, чтобы узнать, как вообще устроено в больнице все Чем занимаются доктора и медсестры В планах у меня поступить в медицинский университет Получить медицинское образование и работать в больнице Рассказала мама, что набирают отряд Как трудовой лагерь набирает отряд только на самой территории больницы Ну и я так подумал, интересно будет, интересно что-то новое Все равно уж летом лучше не сидеть дома, а хоть в чем-то поучаствовать Большое количество детей, которые сюда пошли, они все-таки не ради карманных расходов А все-таки ради того, чтобы увидеть что-то новое, как работает больница изнутри Работа первой смены завершится 19 июня А уже на следующий день на пост заступят новые ребята Возможно, кто-то из школьников в будущем вернется в больницу Но уже не в роли стажера, а медицинского сотрудника